всем привет пипа суринамская упаковано и это значит что у меня начинается новое приключение длиною опять практически в целый год а куда мы с вами поедем посмотрим дальше в этом влоге электронное устройство маленького размера разрастить в кармане впереди стоящего кресла или держать в руках вот я в москве уже дегатка передела немножко все время прогуляться тут такая питуневая красотища здорово красиво как радуга какая на небе красивейшая итак с порога мы попадаем царство ковров ковры везде во всех комнатах и даже на кухне сейчас я буду избавляться от ковра на кухне я не могу существовать с таким количеством ковров и вот этот ламинат кухонька хорошая вот так они мне все приготовили даже ты не купили посудка есть хорошо свежут нормально вот три комнаты это предполагала спальня но не на так себе темновато тут еще кондиционера нет я пыталась кровать перенести другую комнату но она разваливается не получится поэтому кровать пока осталось здесь я только собрала с нее часть одеял еще одна комната гостиная ковровая естественно тут было два кресла но я тут сидеть не собираюсь поэтому одну тащила к себе в основную фонту цветы бы тоже я конечно выкинула но не буду нужно куда-то их запрятать ненавижу искусственные цветы и вот моя основная комната я вот здесь хотела сделать спальню на кровати не могла перетащить она самая светлая там вид на пустыню мне как-то неуютно и ковер не самый красивый по цвету я его хотела убрать даже оставить ламинат но он такой приятный поэтому я пока соорудила себе до половой жизни вот такую кроватку по японском стиле тут кондиционер избавилась от ковра на кухне и в ванной этой губки противной ванной пол такой но все равно лучше так чем с этой губкой на сегодня хватит пока перестановок немного пропылесосила и наконец-то пойду в душ и буду отдыхать немного после такого вояжа обустраиваюсь узбеки молодцы они строят дорогу и сразу озеленение насколько зеленение тут можно назвать вот воду грустили деревья натыкали вообще не знаю как они тут приживаются но приживаются даже аллея будет здорово вот такой благодатный шум водички среди такой жарище я вышла уже шесть часов тут пеклище и не представляю что тут не творится поэтому даже такая лужа просто раем покажется после такой адской жары а вот и поезд нефть тащит основу благополучия местного городка королу базара а за ним как раз цистерны нефтяные прям как в двадцать две годы изготовление шелкового ковера вот такой ковер примерно делают небольшой на каждую веточку один узелок нужно это шелковый Это шелковые, да, вот это шелнок. Это ручной работа вся. Это исторический дизайн. Это у нас бабочка, символ красоты. Это гранат, это тюльпан. Ой, как красиво. Вот это кувшин дизайн, вот смотрите. Тоже необычный. Старый, не очень дизайн. А это скорпион. Вот хвостик скорпиона от сглаза. Вот, какая красота. Специи ароматные. Выходка такая красивая. На территории мечети Колян просто потрясающе. Закончилась экскурсия. Я такое удовольствие получила. А сейчас медитирую в тенечке. Русские ароматные. Русские ароматные. Субтитры создавал DimaTorzok Колодец исторический 16 века И посмотрите, что там происходит Обалдеть, как глубоко Даже не видно На дне вода немного Говорят, она соленая сейчас Вообще была пресная Сейчас не пользуется соленая Но невероятно, на какую глубину Нужно было рыть здесь колодцы Келья молитвенная Где раньше учили не выходя Коран Потрясающе Очень интересно Хорошо, что я сюда пришла А, и вот там вот это получается Вот как раз где комната спальня Вот это наверху Это внизу очаг Пищу готовить, потому что выходить нельзя было Это для мовений и умываний Сандаш Соколи на носке А, и ноги греют Лапу не плясать Как в Японии Как в Японии такой стол есть Иванушка А это комната Непосредственно, где Учили Коран Потрясающе И вот там вот книги Наверху А здесь Коран учили А вот там кататься Японский стол Ноги засунул И греешь Маленькие двери Чтобы с поклоном зайти С поклоном выйти И чтобы теплота Сохранять тепло Здесь сейчас вот такая вот Алибаба Алибаба Пещера настоящей Алибабы Прям вообще Вот такого вот сутера Раньше учили Длинный топчан Сверху учитель В лесу ученики А на руках Лап Деревянная На нем коран Поставка Первый этаж учили Второй этаж Они же летом учили А зимой к себе Вот такие вот Ручную бухарскую работу Мы все сами делаем Можете посмотреть Это прям настоящий халат Лампа Аладдина Горят на солнце Такие Красивейшие Просто восторг Просто восторг Как эта красота Потрясающая Канал Водички Всего ничего Это печати Для лепех А это какие-то Всякие украшения На дверь Традиционные Вот Какой-то над входом Красивый Вот этот Очень здорово Прелесть В Бухаре Надо призводить Статус Самый Фотогеничного Города Мира Или одного Из самых Фотогеничных Это просто Невероятно Что Нелавка То Сокровищница Либо Турецкий Кофе И какой-то Тортик Из инжира И гречневой Муки И красота Вот такая Вот Вокруг Меня Это кафе В еврейском Доме Бывшем Каком-то В еврейском Квартале А Полезать В еврейском В еврейском вот так вот приятно зелено бухария даже не скажешь что это пустыня пустыней такая красота на улицах собственники еще пахнут так хорошо и туйки так красиво растут даже розочки еще немножко от жары не загнулись розам конечно так прилично жарко было летом до сентября красиво молодцы узбеки озеленением занимаются хотя тут озеленение это адский труд конечно еще какие-то интересные иноземные цветки красивые бухара такая няшная кавайная так идешь перекрестках уличек улочек исторических а здесь такой красотень остатки мечети хужабу гор 18 века эти столбики чудесные а здесь можно посмотреть из чего стены-то эти делали вот деревянные железа никакого не было все вот эти деревянные были опоры и они впитывали влагу дерево чтоб не развались а тут вот такая мазанка вообще солома с глиной стены мазанные соломы с глиной что-то ничегошеньки нет для стройки в приемлемого но вот так вот можно с глиной такую красоту строить вечерняя прогулка по туристическим улицам бухары здание старой школы 18 века центре бухары тут так спокойно гулять что машин практически нет спокойно так хорошо вечер прохладно так хорошо вечером красивые такие коврики потом домой какой-нибудь такой притащу очень симпатичные на редколян подсветка очень хорошая узора видно все красота немножко липовастенько подсветили в темноте лучше всего с подсветкой узоры видны на минореде колян разные на разных ярусах маяк ночная кабучинка пахнет вкусно очень с паховой на площади так хорошо вечером маяк 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 сейчас будет ром турчик по моему отелю вот такой красивый вот красота идем внутрь внутренний двор там и на завтракать будем завтра но самая красота наверху и пах и открытая там крыша номер захожу вот такая вот симпатичная красота окошки во внутренний двор завтрак вот в таком замечательном дворике какие чудесные орнаментальные решетки хорошо что реставрируют дома под такой исторический стиль то ли мавзолея святого имама десятого то ли одиннадцатого века это была одна из самых главных святынь при прежних правителях после пища мавзолей отреставрирован а внутри самого мавзолея почему-то колодец рядом за трёхницей сказали можно посмотреть какие же тут глубокие колодцы не булькнуть свой телефон туда вот так мавзолей снаружи выглядит а на вот этом шесте мне объяснили думала для флага оказывается он наверху там рука с пятью пальцами ладонь это означает пять раз дневной намаз дневная молитва очень приятное место никого кроме меня нет и служители так тихо тут спокойно а здесь такие красивые развалины еще не отреставрировано метресе газион жалко конечно но тут в таких городах всегда реставрировать зареставрируешься замучаешься линия вот эта с окошками просто восторг пришла наконец-то к дому бухарского купца богатого пошла сначала через старый город офигушки там все поперегорожено улицы и не смогла туда зайти нужно обходить из такой ганной трассы тут вход через парк памятник купцу этому и его дом прям чувствую должно быть очень интересно внутри я попереобнималась колоннами со всеми дверями и теперь пойду внутрь такая галерея обходная прохладненько потолок деревянный красотень это и взошла через женские ворота ну наверно судя по всему это женская половина дома а здесь свадебная фотосессия зимняя комната бампа сохранилась газовая это не шторочки красота а здесь угли обчак такой угол блюдо блюдо чеканная какое красивое это конечно не шерпотреб который я вчера на рынке видела для туристов очень красиво здесь здесь люлька этот курили женщина тоже кальян самовар все такое яркое красочное патефонная труба наверное так называется расписульки египетские сфинксы что-то приволокли потровок кухня очаги вот такие вот а это сливная колодец для воды походила я по дому к сожалению здесь пока экскурсионная часть хромает хотя тут для рассказов и показов просто огонь такой материал но нету ни гида нормального ни подписей скучающие дамы смотрительницы ходят только двери открывают а вообще история оказалась даже совсем ну такая разнообразная этот богатый дом хозяин этого богатого дома после революции Файдула Хаджаев стал даже председателем наркома что ли совет узбекской сср был в партии и так далее а потом классическая история репрессирован с и целой 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 коллекцией так скажем товарищей жена его и дочери были в сибирь отправлены еще в пятьдесят первом в пятьдесят четвертом годах работали где-то на лесоповале и так далее но все равно очень интересно конечно еда не хватает классного здесь в бухаре было какое-то нереальное количество медресе вот это очень красивое медресе Абдула Хана шестнадцатого века и напротив него есть напротив него медресе Мадрихон тоже шестнадцатого века вот такой канал в парке Саманидов ой как же в таком климате вода прям даже смотреть на нее уже радуешься ух ты мавзолей Саманидов какой красивый так он здорово в парке расположен зеленом деревья много новых понасадили очень красивый мавзолей сейчас подойду поближе какая красивая орнаменталистика из кирпича одежда бухара местами респект бухара просто удивляет своим зеленым видом там крепость арка посмотрю сейчас какой-то музей открыт или нет как красиво пышно туи растут просто прелесть и почему-то цвет должны уже пожухнуть они такого яркого насыщенного зеленого цвета красота наконец-то спустя месяц я увидела в узбекистане верблюда жаль что сейчас их нет практически в обычном сельском хозяйстве красавчик просто огромный ближе к закату как красиво стены окрашиваются желтоватый цвет очень красиво это дом 19 века разрушенный думал тут официальный музей это не официальный музей и вот так вот все до реставрации выглядит пол глиняный заведует всем дедушка на шут на голову ничего не упала все делится держится просто на честном слове очень конечно аутентичненько дедушка собирает все подряд сюда не знаю почему он здесь живет но живописные руины вот такой вот музей жалко что вы еще не восстановили тут конечно еще есть возможность восстановить его это на втором этаже идти рискнуть пол не провалится интересно рискнул вот такая вот на втором этаже хотя там он вровень страшненько идти страшненько идти дальше а вот этот основной зал такой экспириенс музей нужно звать развалины дома но аутентично нет таком музее конечно еще не было как индиана джонс прям типа диснейленда получилось вот эти пеплина 10 немножечко сохранилось решеточки ух ты а тут какая кухня тут все хорошо сохранилось ниши вот эти потолок почему-то синий дедушка живет здесь видать как это кухонная пристроечка сохранившийся и вот дед соорудил себе джонку очень хорошо красиво чайник там у него даже печь здорово жалко выпадает тандыр какой хороший гляденький такой хорошенький тандыр вот здесь бывает еще одна пристройка комнаты там тоже с нишами основная часть очень интересно павлинихи бегают здесь курочки павелонское столпотворение здесь я люблю такое павелонское павелонское саре вот такая вот бирюзова золотая терраса у этого дворца летнего приема красивые такие необычные фантазийные сна сна пыль щиточные белый зал очень между алебастровой лепниной вот там вот ставили зеркала и воздушно очень смотрится очень хорошая идея вот зеркала за лепниной очень красивая здесь самая красивая алебастровая лепнина белым так красиво смотрится ковер исторический он весит 300 килограммов потолок банкетного зала такой декоративный яркий зеркала и цветные вставки по дворце очень красивые печи и вот одна из них стиле модерн очень красиво сирени ветки и узоры классические для модерна очень красиво очень приятно на территории здесь спокойно хорошо здесь как на строительстве айонская башня и по-английски по-испански одновременно вещают виды очень красивые парные базы японские девятнадцатого века сакура а внизу уон и что ли очень красивая зал отделан с сусальным золотом потолок такие панели очень ярко кучу сусального золота сюда впустили а это украшение на косы концам косичек заплетались очень тяжело должно было быть а а Алика какая виноградная, хорошая. Вавилонское торгово-туристическое столпотворение, ух ты! Прекрасно, мне нравится, что тут все в куче и музей и продажа и кафе такое прикольное и Вавилонское столпотворение. Жизнь вдохновлена во все это. Очень интересное, обязательно это посещение, это дворец Махихуса. Здесь вот экспозиция чудесная. Сюзанне исторических 19-20 века. Историю их рассказывают. Также здесь керамика из Гиждувана начала 20 века. Оригинальная, можно посмотреть. Очень интересный вот этот музей. И парк хороший такой, и лампа даже сохранилась. Вот это Сюзанне очень мелкая, полностью заполненная. Стежок такой миленький. Они как раз из-за этого отличаются. Либо дешевые, либо вот такие, которые очень мелко заполнялись. Они гораздо дороже стоят. Разница, когда сравниваешь, два рядом очевидные. Вот это конца 19 века, начало 20-го. Потрясные техники тончайшего исполнения. Вышивка. Вот эти боковые, как красиво. Цветы и веточки оформлены. База патриная еще японская 19 века. Эмаль перегородчатая. Гризантемы. И вот такие красивые здесь птицы и кошки мои любимые. Думаю, о Китае нет. Японцы тоже потрясные. Тут очень красивые базы. Обычно шерпотрепа тут очень красивые. Какой чудесный. Тоже перегородчатая эмаль. Цветы яблони. А там драконы. Цвета великолепные. Просто красота. Опять бенгалов встретила вчерашних. Мы сгином, друзья уже. Это невероятно. Женская часть дворца. На втором этаже жила мать. А на первом этаже жили жены, наложницы. А вот этот водоем считался самым большим в Средней Азии какое-то время. Ну, так не скажешь. Но вот искусственным, наверное, самым большим. И отражается красиво в воде. Специально так построили, чтобы отражался в воде. Францию мне напомнил. Фонтенбло. Ну, какой интересный отельчик. Старый караван-сарай 19 века. Как в Японии. Внутренний двор. Рядом с четырехкупольной мечетью Чорминор. Такая прикольная обложка небольшая. Вот там вот все в значках советских. Интересно очень. Много всякого добра. Потому что в центре города немножко. А тут прям завались подстаканники. Блин. О, пещера Аладдина. Очень красная обложка. Раковина Аммонита прикольная. И лампы такие интересные. Самоварчики. Очень прикольное местечко. О, пещера Аладдина. АЛЬМИ. АМА visual жизнь naszego называется. Продолжение следует.